Ваша спокойная реакция, признаться, очень необычная. А вы откуда? Я из второго. А вы откуда? Из Киевской области. Понятно. А чего так русских не ливите? У вас нет идей. У меня есть версия, что вы их до 14-го года не любили. Мы их не очень любили, но после 14-го мы поняли почему. К сожалению, история забывается с поколениями, а вы нам не даете забыть, почему русских мы ненавидим. Ну а зачем приперлись-то в Московское царство в 1654 году из Речи Посполитой, подставив и себя, и нас, и само Московское царство? Мы вообще не с вами тогда херячились, а с татарами. С какими татарами? Татар уж не было давно, их прогнали. Татары были пораньше. С поляками, с поляками херячились. Цивилизацию, значит, несли цивилизацию, как Римская империя. Понятно. Но цивилизацию вам не получается привить, вы продолжаете опускаться в обезьянство. В итоге и принесли, что русофобы Ленин и Троцким вам знали все. Это не русофобы, это человекофобы. Они не русских хотели уничтожить, они всю планету хотели поработить. Ну, тут одно другому не мешает. Ну, русские это просто инструмент. Долбоебы – инструмент. Вот и все. Ну, понятно, понятно. Попробуйте поляков убедить, что нужно убивать немцев. А русских убедить можно было в чем угодно. Ну, и поляков можно убедить, и немцев убеждать. Это старая монгольская парадигма. Если есть сенсей, он говорит, что делать, и ты это делаешь. Немцев же убедили, что нужно делать евреев, цыган. Однако немцы-то по IQ выше, чем поляки. Это правда, и это главная ошибка фюрера. Да, это ошибка. Я не могу ее объяснить рационально. Кстати говоря, французы были в первой мировой войне для немцев первые враги, а во второй уже нет. А этого вы можете объяснить? Вы знаете, война в Европе отличается от войны славян принципиально. Я сейчас говорю немцы-французы. Знаете, почему я сделал заключение, что первые враги... То, что были евреи при рейхе для немцев, французы были во время первой войны. Почему? Потому что за всю историю два случая применения химического оружия в боевых условиях. И оба случая немцы против французов, если вы знаете историю. Но немцы применяли в первой мировой войне против русской армии химическое оружие, Зари. Нет, против русской армии они не применяли в массовом порядке. Может, какие-нибудь тактические, мелкие... Польские города они освобождали Зариным. Да? Ну, это вот надо проверить. У вас даже есть легенда про взвод мертвых. Зарин, по-моему, вообще был изобретен позже. Вот это вот как раз вот этот хлорные газы отравляющие. Как раз вот это и приятно. Хлорные газы, ничего общего с Зарин, это фосфорорганика. А хлорные газы, именно да, вот они применялись в первой войне. Хорошо. Возможно, я ошибся. Нет, если вам интересно, я вам расскажу. Первый раз применили хлор молекулярный, хлор-2. Он в 30-м году был выведен из списка отравляющих, боевых отравляющих веществ. А второй раз они, вот отгадаете или нет, второй раз они применили вещество, которое сейчас находится в списке боевых отравляющих веществ и названо по реке, на которой ее применили. По реке, европейской реке. Висла приходит в голову. Ипр. А газ, иприт. А газ, иприт. А газ, иприт. Не газ, это скорее жидкость кожаного нервного действия. Ну да. Я мог ошибиться, я как бы не настолько детально вникал в основном. А зарин это фосфорорганика, это изобретено поич. Фосфорорганика пошла с 30-х. И на человечество, первое изобретение был табун. Он сейчас тоже исключен из числа боевых отравляющих веществ. Потом зарин, заман они присутствуют. В 60-х, 70-х век с газы, которые более сильные. Я признаю свою ошибку в частном. Если вам интересна история вот этих... Я специалист, так сказать, по военной кафедре и по... По последующим сборам у меня специальность вообще-то командир отдельной роты химзащиты. Если вам интересно, я вам расскажу про это. Видите, как интересно. Вот у русских вот такая специализация, возможно, она превалирует. Это было про СССР. То же самое было и у вас. Я, кстати, из Харькова уехал. Ну, СССР, оно как раз готовилось к тому, чтобы убивать. Да. Давайте вот посмотрим на это. Ну, да, вы все склоняетесь на... Я вам интересные вещи рассказываю. Согласен. Для вас. Так, вот смотрите. И новичок, он относится к... Новичок разрабатывали как СССР, так и США в 80-х. А вот как вам по-вашему... Зачем разрабатывал новичок, если VEX газы довольно эффективные? Я... Хорошо. Я вам скажу... Я не готов ответить на этот вопрос. Ну, нет. Это... Понятно, что... Смотрите. Я вам отвечу. Я вам отвечу. Ответьте, ответьте. Потому что новичок – это газ без запаха. Хорошо. Еще фишка. Зачем... Зачем полоний везти в Лондон? Вот это объясните. Который оставляет след в самолете даже. Ну, это же вообще идиотизм. Вы имеете ввиду этого как? Мостового? Литвиненко. Я имею ввиду Литвиненко. Но дело в том, что это же одна из версий, что вы отравили. Я больше придерживаюсь версий, что это был нечастный случай. Он занимался спикой. Во-первых, полоний стоит 24,5 тысячи долларов за грамм. И довольно... Все понятно. И русские бы пожалели. КГБ бы пожалела. ФСБ. 24 тысячи долларов. И довольно финансово... Ладно. Наверное, зря шалел Деникин хамов. Их надо было брозгать да плетьми. А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляне. Разговаривают, разговаривают. Он так говорит. Почему же тогда в утилитарном государстве... Правильно? Утилитарная государство. Правильно? В Великобритании утилитарная государство. В Германии утилитарная государство. У них есть... ...в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. А что? А что? А западной... Захидной Украины нет. Захидной и Восточной. Нема и Восточной Украины. Есть одна Украина. Да есть. Где вы таке видели? Схидная Украина. Есть Схид Украины. Есть Схид Украины. Есть Схидные области Украины. Есть Республика Кубань, которую окуповали коммунисты в 1918 году. А в Воронеже не окуповали коммунисты? Не, Воронеж передали. Ну вы же депутат. Я депутат городского совета. Я исполнительная власть. А Зеленский и его все вот это вот. Это законодательная власть. ПЕСНЯ 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 Да, да. Украина, кто? Да, все же. Ну, по-каличку. Ни Донецкой, ни Львовской власти. Будет только Харьковская власть. Но ты мне улица родная. И мне погоду дорога.